Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Кослийское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. И от моря до моря людям счастья дарят. Дружбы алые зори над клептами горят. Дружбы алые зори над клептами горят. Радиожурнал «Зори Кавказа». Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести «Северный Кавказ». С запада на восток. В эфире Ставрополь. Здравствуйте. У микрофона Юлия Содикова. Участник специальной военной операции с Кисловодска указом президента России Владимира Путина награжден медалью «За отвагу». А на днях бойца представили к еще одной высокой награде – Ордену Мужества. Он трое суток вывозил на танки раненых товарищей из-под обстрелов. Сам боец два дня горел в танке, кисловодчанин служит по контракту, недавно приехал домой на побывку, рассказывая, что на бередовой – высокий боевой дух. На Ставрополе продолжается краевой патриотический автопробег «Эх, путь дорожка фронтова». Он посвящен 78-летию победы в Великой Отечественной войне и поддержке участников специальной военной операции. Торжественная встреча прошла в Арсгирском округе. Автоколонна проехала через села Родниковское, Арсгирь, Петропавловское, Новоромановское. Участников патриотической акции встретили местные жители, вместе у воинских мемориалов развернули увеличенную копию Знамени Победы. В этом году участники автопробега побывают не только в населенных пунктах Ставрополя, но и в соседних регионах. Завершится он в Ставрополе в канун Дня Победы. Лев Лещенко, Анатолий Ермоленко, Денис Майданов, Зара и Глеб Лапицкий вошли в состав жюри фестиваля патриотической песни «Солдатский конверт», который пройдет в Ставрополе со 2 по 6 мая. Участники 12 солистов и 12 коллективов, представляющие творческую молодежь из 22 регионов России и Белоруссии, исполняют песни, посвященные Великой Отечественной войне и специальной военной операции. В рамках фестиваля запланированы патриотические акции «Сад памяти» и «Журавли», мастер-класса членов жюри, творческие встречи. Финал «Солдатского конверта» станет одним из первых мероприятий, приуроченных к Дню Победы. Всего в крае пройдется не менее 2000 патриотических акций. Вести Карачаево-Черкесия стен и перегородок, а также устанавливается новая шатровая кровля. Дорогами Победы через 34 региона. Культурно-исторический проект побывал в Карачаево-Черкесии. Путешествие по нашей республике началось с аула Беслинея Хабейского района. Именно тут в 1942 году местные жители спрятали от немцев детей из Ленинграда, записав их в охозяйственную книгу под фамилиями приемных родителей. Рискуя жизнью, они приютили 32 ребенка, вывезенных из блокадного города. Из Беслинея ребята направились в музей-памятник защитникам перевалов Кавказа, а далее в Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник в Черкесске. Более полутора тысяч саженцев разъехались по районам республики. Компания «Сады Карачаево-Черкесии» поддержала инициативу регионального Минприроды по проведению международной патриотической акции «Сад памяти» и провели раздачу плодовых деревьев. Каждый муниципалитет получил по 125 саженцев, которые отправятся нуждающимся семьям для высадки на огородах и приусадебных участках. Раздача плодовых саженцев – новый формат акции, который получил название «Сад памяти дома» и реализуется в Карачаево-Черкесии с прошлого года. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Кабардино-Балкария Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков выступил с посланием парламенту региона. В ежегодном программном документе Казбек Коков изложил стратегию дальнейшего развития республики, представил итоги работы за предыдущий год, дал оценку общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе, обозначил цели и задачи политического и экономического социального характера перед исполнительными органами власти по повышению уровня жизни граждан, развитию экономики, инфраструктуры, поддержке малого-среднего предпринимательства, вопросам кадровой молодежной политики, повышению качества государственного и муниципального управления. Особое внимание уделено поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задачи, специальные военные операции и их семей. Бизинги – одна из лучших в России высокогорных альпинистских учебно-спортивных баз, где проходят чемпионаты по различным дисциплинам альпинизма. Альплагерь расположен в Чирекском ущелье на высоте 2200 метров над уровнем моря. Согласно действующей программе развития газоснабжения, здесь начались работы по газификации. Программа предусматривает строительство семей МЕШ и внутри поселковых газопроводов, а также связок. Запланировали реконструировать пять распределительных станций для высокогорных сел. В Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская патриотическая акция эстафета «Георгиевская лента». Митинг в честь открытия героика патриотической акции провели в Нордкале на площади перед монументом погибшим в годы Великой Отечественной. На мероприятие пригласили представителей местной власти, общественных организаций, школьников, гостей из соседних районов. Юно-армейцы прошли по центральной улице города, а затем в торжественной обстановке передали эстафету памяти жителям Лискенского района. В ближайшие недели «Георгиевская лента» пройдет по всей Кабардино-Балкарии, а 9 мая ее встретят в Нальчике. Марина Османова. Специально для межрегионального радиожурнала «Зори Кавказа». В 47-й школе Владикавказа открыли мемориальную доску выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга. Это Александр Филиппский, Дмитрий Зайцев, Шахин Ахмедов, Николай Горбань, Артур Хугаев и Георгий Гогулаев. На открытие пришли их родные, друзья, а также представители общественных организаций. По словам директора школы Светланы Рубаевой, это мероприятие станет отправной точкой открытия музея воинской славы. ГТРК «Алания» вновь присоединилась к ежегодной акции «Сад памяти». На территории нашей телерадиокомпании у стелы «Радио Победы» высадили саженцы березы, дуба, клёна и других пород в память о коллегах-участниках Великой Отечественной войны, сотрудниках телевидения, радио и кинопроизводства. Увековечить память каждого – именно такую цель преследуют организаторы международной акции. Она продлится в республике до конца апреля. За это время высадят более 34 тысяч деревьев. Во дворце спорта «Манеж» продолжается чемпионат России по фехтованию. В предыдущие дни соревновались саблисты. В итоге первое общекомандное место в мужском и женском турнирах завоевали спортсмены из Москвы. В сражении на шпагах в личном зачете победил Артем Саркисов из Санкт-Петербурга. Потом на дорожке «Манежа» вышли шпажистки. Затем разыгрывали награды мужского и женского первенств на рапирах. Фехтовальщикам, попавших в число 16 лучших, в своих турнирах присвоят звание мастеров спорта. А из победителей соревнований будет сформирована сборная страны. Чемпионат России продлится до 24 апреля. Зарем Аджикаева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Ингушетия Вопросы взаимодействия, в том числе открытие отделения профсвязь банка в Ингушетии, обсудили в режиме видеоконференц-связи премьер-министр республики Владимир Сластининой и председатель ПСБ Петр Фродков. Сластинин отметил, что в экономику региона в 2022 году привлечено более 9,6 млрд рублей вне бюджетных инвестиций, объем которых в основной капитал вырос на 2,9%. Кроме того, развивается промышленный сектор и сельскохозяйственная отрасль. Повышение инвестиционной активности в республике, по мнению премьера, подтверждает увеличение количества субъектов МСП на 9,5% и реализация прорывных инвестпроектов. В ходе беседы была достигнута договоренность рассмотреть вопрос открытия филиала банка и взаимной поддержки в вопросах профильной отрасли. В сельском поселении Нестерское Сунжинского района Ингушетии начаты работы по реконструкции православного кладбища. Как отмечается в телеграм-канале правительства республики, ведется заливка фундамента ограждения. Запланировано устройство подъездной дороги, наружного освещения и благоустройство внутренней территории. Фонд «Сафмар» известного предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева выделит более 1 миллиарда рублей за два года на благоустройство мусульманских и православных кладбищ в Ингушетии. Договоренность была достигнута при встрече с главой регионом Ахмуд Али Калиматовым. До конца 2023 года в республике планируется реконструировать 25 мусульманских и 5 православных кладбищ. На 2024 год запланирован капитальный ремонт еще 39 мусульманских и 4 православных захоронений. Седа Хучиева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Чеченская Республика Мультицентр социальной и трудовой интеграции откроется в Чеченской Республике. Соответствующие соглашения подписали заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадырова и директор мультицентра социальной и трудовой интеграции Ленинградской области Ирина Грозденко. Церемония подписания соглашения прошла в рамках Всероссийского форума «Инклюзивная школа». Успешность каждого ребенка – агентство стратегических инициатив, проходящего в Грозном. Хутмат Кадырова подчеркнула, что создание мультицентра социальной и трудовой интеграции включает адаптированные программы переподготовки и повышения квалификации граждан с ограниченными возможностями здоровья, профессиональную подготовку обучающихся к трудовой деятельности, адаптацию их к самостоятельному или частично сопровождаемому проживанию и многое другое. Также она выразила уверенность, что реализация данного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию сферы реабилитации в Чеченской Республике. Это послужит внедрению в регионе передового опыта и инновационной модели комплексного сопровождения граждан с инвалидностью. Отмечу, что ранние центры по модели мультицентра были созданы в Якутии и Башкирии. В грозном торжественной обстановке дан старт республиканской эстафете «Знамя Победы». Об этом сообщил министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Исаи Брагимов. Акция ежегодно проводится в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета стартовала на базе Центра образования имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Церемонию ее открытия посетили известные государственные и общественные деятели региона, ветераны боевых действий и активисты молодежных объединений. Исаи Брагимов отметил, что патриотическое воспитание – это одно из приоритетов направлений и пути первого президента Чеченской Республики. Герой России Ахмата Хаджи Кадырова. И что данное мероприятие является важной частью преддверия большого общенационального праздника – Дня Победы. Мы свято должны помнить заслуги наших предков, которые отдали свои жизни, борясь против варварского агрессора. И благодаря им сегодня мы живем в мире процветания, – сказал он. Зарита Ларсанова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко обсудил ситуацию в оборонно-промышленном комплексе Ставропольского края. Главы Республик Северная Осетия и Дагестан выступили с ежегодным посланием. Крупные предприятия и организации Карачаева-Черкесии впервые представили свои вакансии на Всероссийской ярмарке «Работа России. Время возможностей» в городе Черкесске. Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России развернул площадку для исследовательской работы в Центре коллективного пользования Чеченского государственного университета. В Музее изобразительных искусств Республики Ингушетия прошел мастер-класс по стринг-арту. Нальчикский ипподром в этом сезоне станет главной скаковой площадкой России. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Ситуацию в оборонно-промышленном комплексе Ставропольского края обсудили на совещании, которое провел полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко. С подробностями корреспондент ГТРК Ставрополья Юлия Содикова. Юрий Чайко поблагодарил руководителей краевых предприятий и подчеркнул, что многие из них мгновенно перестроили производственные циклы и увеличили объемы продукции военного назначения. Организованная переподготовка кадров, созданы новые логистические цепочки. Обращаю ваше внимание на важность поддержания заданных темпов и качества производства продукции по государственному оборонному заказу. Зачастую требуется принимать неординарные решения, исключающие волокиту и бюрократизм. Время сейчас ключевой фактор. И тут оперативность работы зачастую зависит от наличия прямых личных контактов. Важно находить возможность и в кратчайшие сроки поставлять требуемое сырье, материалы, комплектующие, а также искать решения по собственному обеспечению. В этом мы готовы оказать вам всяческую поддержку на федеральном уровне. Поддержку предприятиям оказывают и на краевом уровне. Как рассказал губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, взаимодействуют с военными производствами как через региональный фонд поддержки, так и напрямую. Большие задачи стоят. Фактически мы видим, что сегодня у нас уже 46 предприятий военно-промышленного комплекса. Многие из них перешли на выпуск продукции военного назначения из гражданской сферы. Очень много швейных предприятий, тканских предприятий, но основа – это электроавтоматика, сигнал, Нептун, Атлант, Энергомера. Это, наверное, высокотехнологичная основа, которая сегодня работает на Мургарме. Фактически все предприятия работают в три смены, все предприятия работают 24 на 7, что называется. На встрече приняли ряд решений по повышению эффективности производства и увеличению поставок продукции для нужд СВО. Одно из них прозвучало от ректора Сиро-Кавказского федерального университета. Дмитрий Беспалов предложил готовить кадры специально по потребностям оборонно-промышленного комплекса края и страны. Радиожурнал «Зори Кавказа». В минувшую среду состоялась церемония оглашения ежегодного доклада главы Северной Осетии Сергея Миняйла. В своей речи руководитель региона говорил о событиях, которые определяют будущее России и Осетии. Послание как программный документ о положении субъекта, о приоритетах в социально-экономическом развитии, инвест-климате и национальной безопасности. Особое внимание было уделено теме специальной военной операции. Ее участники были среди приглашенных на церемонию. В материале корреспондента ГТРК Алания Кристины Бедоевой главные тезисы послания. За последние несколько лет многое изменилось. Пандемия коронавируса, начало специальной военной операции повлияли на все области нашей жизни. Но мы выстояли. Выстояли и смогли выбрать верный путь развития. Пожалуй, это было основной целью, стоящей как перед республикой, так и перед всей страной. В своем послании Сергей Миняйло отметил сейчас главная задача противостоять экономическому, политическому и военному давлению. Подключить для этого все возможные средства. Уже с первых дней начала специальной военной операции. Республика присоединилась к решению задач, поставленных президентом. Практически сразу же после начала специальной операции был сформирован 1-й эстинский батальон Аранья. Это было необходимо сделать. Мы видели, сколько людей решили встать на защиту Родины с оружием в руках. Нужно было упорядочить этот горячий отприк. Дать возможность отправиться в зону специальной выполнения боевых задач организованно, пройдя специальную подготовку и боевое расслаживание. Мы должны были минимизировать риски для наших ребят. И главная цель моих частых поездок в зону проведения спецопераций – это лично убедиться, что парни в порядке, что у них есть все необходимое и понятны задачи, которые они выполняют. В течение всего года и по сей день Республика делает со все, чтобы наши бойцы из Осетии были обеспечены всем необходимым. Знали, что у них надежный тыл. На передовую систематически отправляются грузы с гуманитарной помощью. Сейчас активно идет работа по организации фонда поддержки участников специальной военной операции. Его сотрудники будут предоставлять адресную помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. Можно подчеркнуть, что поддержка семей мобилизованных граждан и добровольцев в прошлом году стала одной из самых актуальных тем на республиканском уровне. Составление социальных паспортов на каждую семью, адресная помощь. Мы включили все возможные механизмы, чтобы близкие наших ребят могли чувствовать себя уверенно. В своем послании особое внимание Сергей Миняйло уделил самым разным вопросам социально-экономического развития республики. В этом году этой сфере пришлось бороться с большими санкционными ограничениями. И все же кризисных явлений удалось избежать и даже повысить показатели. Так, за прошлый год в республике выросли индекс промышленного производства, объем отгруженных товаров собственного производства, инвестиций в экономику и социальную сферы. В текущем году перед правительством республики стоит задача обеспечить не только стабильное социально-экономическое развитие, но и ускоренную динамику роста по ряду ключевых макроэкономических показателей. Концентрация внимания на проблемных и узловых зрениях развития позволит достичь к 2025 году нового качественного уровня изменений. Есть плановые показатели, которые мы обязаны выполнить. Так, индекс промышленного производства за 2023-2025 годы должен составить 113%. А темп просто валовой продукции сельского хозяйства в 2025 году по сравнению с уровнем 2022 года должен составить 117%. Большое внимание сегодня уделяется участию в государственных программах и национальных проектах. В прошлом году удалось построить и капитально отремонтировать 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, транспортного, агропромышленного комплексов. Одна из самых приоритетных задач развития туристического имиджа республики. С этой целью сейчас активно ведутся работы по созданию рекреационной зоны Алания Парк. Уже установлено колесо обозрения, система управления канатной дорогой, прорублены лыжные трассы. В этом году мы продолжим работу по реализации сразу нескольких инвестиционных проектов. Крупнейший из них всесезонный туристический рекреационный комплекс Монисон. Я знаю тот скептис, с которым многие в нашей республике, да и не только в нашей республике, относятся к этому проекту. Более 10 лет строительство курорта по различным причинам откладывалось. Не буду говорить об этих причинах, они были и объективные, и субъективные. Однако сегодня мы втратнули подошли к активной фразе строительства инженерной и туристической инфраструктуры курорта. Одной из самых проблемных и значимых областей глава республики назвал систему здравоохранения. Он отметил, важно обеспечить жителей доступной и качественной медицинской помощью. На сегодняшний день уже введен в эксплуатацию ряд объектов. ФАПов, амбулаторий, поликлиник. Не менее значимый вопрос – лекарственные препараты. Еще же говоря о лекарственном обеспечении, я хочу отметить, что мы не раз за минувшее время сталкивались с проблемой нехватки средств. Это касается бесплатных медикаментов для людей, страдающих анкологическими задоливаниями и диабетом. Это серьезная проблема, которую сейчас мы решаем с помощью выделения дополнительных средств. Да, мы не можем сразу покрыть действий в дефицит. Он копился, к сожалению, годами. Но будем частями выделять необходимые средства, чтобы люди получали лекарства без перебоев. Говоря о послании, нельзя не отметить. Здесь нет вопросов, которые можно рассматривать во вторую очередь. Каждый из них значим. И достижение намеченных целей зависит от общих усилий. Это должно обеспечить устойчивый рост экономики и благосостояние жителей республики. Послание главы республики – всегда ожидаемое событие. Не только для парламентариев, кабинета министров, глав муниципальных образований. Все темы и вопросы, озвученные в докладе, напрямую касаются буквально каждого. Сегодня были подведены итоги развития республики за минувший год и определены дальнейшие перспективы абсолютно во всех сферах. Радиожурнал «Зори Кавказа». Главное событие уходящей недели в общественно-политической жизни Дагестана – обращение главы региона Сергея Меликова с посланием к Народному собранию Дагестана. В этом году обращение проходило не в формате сессии парламента, а как самостоятельное масштабное событие. Подробности в репортаже корреспондента ГТРК «Дагестан» Хатимы Несредовой. Послание главы Дагестана Народному собранию региона в этом году – самостоятельное масштабное событие вне рамок парламентской сессии. В зале представители власти, лидеры общественного мнения, деятели культуры, спорта, молодежных объединений. Оглашение послания – как еще одна возможность единения дагестанского общества в сложившихся экономических и политических условиях. Больше года страна с оружием в руках вынуждена защищать свободу и суверенитет нашей страны, подчеркнул Меликов. Прошедший год стал не только эпохой бед и невзгод, он явился временем свершений, единения, надежды и веры в будущее. Нельзя не испытывать чувство гордости за Россию, которая, встав на защиту соотечественников, подняла знамя борьбы за правду и справедливость против диктата глобальной империи зла. И особое удовлетворение вызывает то, что в этих событиях мирового масштаба, о которых еще напишут в учебниках истории, вновь на весь мир засияли дагестанская доблесть и честь, всегда отличавшая наших джигитов. Минута молчания в память о погибших участников СВО. Выступление Сергей Меликов продолжил, рассказывая о мерах поддержки семей военнослужащих. Наряду с федеральными мерами предусмотрены дополнительные выплаты, льготы, в том числе по налогам. С первых дней создан специальный фонд «Мы вместе», в котором действительно все вместе. Недавно президент Российской Федерации своим указом образовал государственный фонд «Защитники Отечества», главная задача которого – создание условий для достойной жизни и активной деятельности ветеранов, участников СВО, членов их семей. Мы в республике даже с опережением подошли к такому решению, создав центр социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей. В таких условиях решить застарелые проблемы республики непросто, отмечает Сергей Меликов. Однако удалось создать на основе принятой в прошлом году стратегии социально-экономического развития региона до 30-го года прочный фундамент для дальнейшего роста, сохранить позитивные тенденции в экономике. По итогам 2022 года валовый региональный продукт по предварительным подсчетам вырос на 3%. Это для нас рекордный темп за последние 5 лет. Создавшейся ситуацией такой результат достойно смотрится на фоне других регионов. Хорошие показатели демонстрируют инвестиции в основной капитал – более 10%. Промышленное производство – 8,5%, где нам удалось почти на треть увеличить в прошлом году объем гособоронзаказа. Существенных успехов за последние годы удалось достичь в легкой промышленности, в том числе благодаря реализации прорывного стратегического проекта «Город обущаков». Есть динамика в сельском хозяйстве и строительстве. Мы вышли на докризисный уровень безработицы. Растет число лиц, заключивших социальный контракт, который позволяет малоимущим организовать свою предпринимательскую деятельность, пройти профессиональное обучение, наладить подсобное хозяйство. Удалось нарастить меры по оказанию государственной социальной помощи иных видов. Только в рамках республиканской инвестиционной программы по итогам прошлого года построено 110 объектов. Среди них 14 школ, 54 детских сада, 11 объектов спорта, 17 объектов газификации и 10 объектов водоснабжения. Сергей Меликов разделил на три блока проблемы, требующие первоочередного решения в реальном секторе. Обновление производственных фондов предприятий, восстановление в республике экономики высоких пределов. Подчеркну, что индустрия регионов должна стремиться к кооперации с крупными российскими компаниями. Также необходимо преодоление противоречий в земельном вопросе. С одной стороны у нас дефицит земли, а с другой стороны у нас огромные массивы земельные практически не используются. В этой связи поручаю правительству принять все меры по повышению эффективности использования земель. Особая роль в этом заключается в работе глав городов и районов, которые также должны активно участвовать в этой деятельности. В частности, при разработке документов территориального планирования предусматривать площади для размещения в перспективе промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В соответствии с градостроительным комплексом Российской Федерации с 1 января 2024 года не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии в Единой государственной реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон, в которых расположены земельные участки с планируемым строительством. Поручаю правительству совместно с главами муниципальных районов, городских округов до конца текущего года завершить работу по внесению в ЕГРН сведений о границах муниципальных образований. В своем послании Сергей Меликов затронул проблемы во всех сферах жизни дагестанцев, экономика, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование. В год педагога и наставника Сергей Меликов сказал о необходимости повысить социальный статус и престиж профессии учителя, уделить педагогической сфере должное внимание и поддержку. Сегодня на передовой в зоне СВО мужественно защищают интересы республики люди, воспитанные на высоких примерах любви к родному краю. В республике в взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти проводится беспрецедентная по своим масштабам работа в этом направлении. Только в 2023 году планируется открытие 24 детских садов и 13 школ. Планируется провести капитальный ремонт на оснащение 141 здания школ на сумму более 3,5 миллиардов рублей. Качественная медицинская помощь должна быть доступна как городским, так и сельским жителям региона. Сергей Меликов обратил внимание на строительство объектов здравоохранения. По этапам строительства поликлиник в городе Махачкале, где нет ни одной поликлиники, а все они находятся в приспособленных помещениях. Приобретение оборудования, развитие детского здравоохранения, в том числе преодоление порогов детской смертности. Профилактики заболеваний, вакцинации и самое главное развитие первичного звена здравоохранения как основы всех остальных последующих действий по сохранению жизни и здоровья граждан. В рамках работы по подготовке кадров для системы здравоохранения необходимо учесть востребованные специализации, особенно в сельской местности, куда мы по программе «Денский доктор» направляем своих специалистов. У нас уже создана основа для развития телемедицины, подведен интернет ко всем лечебным и поликлиническим учреждениям, которые объединены в единый цифровой контур. Министерству здравоохранения необходимо наладить систему амбулаторного дистанционного мониторинга пациентов для повышения доступности специализированной и высокотехнологичной помощи населению, в том числе в отдаленных труднодоступных населенных пунктах. В Дагестане в последнее время участились случаи заболевания корью. Огромной проблемой это может выявиться, если мы эту беду не остановим. Но при этом основной причиной специалисты называют отказ части родителей от вакцинации детей. Из-за безответственности некоторых взрослых в нашу жизнь возвращаются болезни, о которых мы не вспоминали десятилетиями. Задумываются ли эти люди, которые доверяют здорового ребенка диванному эксперту в социальных сетях, иммунологу из этих же социальных сетей, какими тяжелыми могут быть последствия для последующей жизни детей? Сегодня я обращаюсь к людям старшего поколения, бабушкам, дедушкам, которые должны вразумить молодых родителей, ставших жертвами подобных мифов. Отдельно обращаюсь к владельцам частных детских учреждений, которые пренебрегают требованиями Роспотребнадзора. Ваши действия не просто противозаконны, они безнравственны, и последствия для них будут соответствующими. Обращаюсь к представителям правоохранительных органов. Нужно проверить, на каком основании эти частные учреждения сегодня вообще существуют и работают, и почему там проводится подобная агитация. Сергей Меликов в послании обозначил самые острые проблемы региона, в том числе в сфере экологии, незаконной застройки города, переселения из ветхого и аварийного жилья, а также по линии туризма, жилищной инфраструктуры, сказал о повышении зарплаты муниципальным госслужащим. В завершении глава региона поздравил мусульман с приближающимся праздником Ураза-Байрам, выразив надежду, что этот светлый день принесет в каждый дом тепло, спокойствие и достаток, и сплотит дагестанцев в совершении добрых дел. Радиожурнал «Зори Кавказа». В Черкесске с участием представителей органов власти республики прошла всероссийская ярмарка «Работа России. Время возможностей», где впервые все крупные предприятия и организации Карачаева-Черкесии представили свои вакансии. Сколько работодателей предложили свои вакансии и в каких специалистах нуждается регион, выясняла корреспондент ГТРК «Карачаева-Черкесия» Мадина Жужуева. В Черкесске около 30 работодателей предложили свои вакансии на ярмарке трудоустройства. Представлены они были в самых разных отраслях экономики, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле и других. От имени главы правительства Карачаева-Черкесии присутствующих поприветствовала заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова. Она отметила, что на ярмарке у всех желающих есть возможность ознакомиться с теми предложениями, которые есть в регионе. Мы готовим для вас предложения для всех категорий жителей. То есть это молодежь, которая только ищет свой путь в жизни. Это те школьники, которые будут выбирать завтра свою профессию. Это те уже молодые люди, которые закончили образовательное учреждение, но еще думают над своим дальнейшим путем. И это те, может быть, сегодня безработные или желающие поменять свою профессию, которые тоже сегодня могут выбрать для себя какие-то предложения. Первый заместитель начальника управления Центра занятости населения по Карачаево-Черкесии Алим Ижаев отметил, что на Всероссийской ярмарке присутствуют работодатели из разных отраслей промышленности. От организации малого и среднего бизнеса до предприятий. Для ее участников-соискателей это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, сказал Ижаев. Более тысячи человек. Это как безработные, точно так же это старшие курсы университетов, вузов нашей республики. Помимо этого старшие классы учебных заведений среднего и высшего взрыва. Карачаево-Черкесия – развивающийся туристический регион. С каждым годом живописные места региона посещают все больше туристов. Министр по туризму, курортам и молодежной политике Республики Расул Тикеев сообщил, что и в отрасли туризма необходимы квалифицированные кадры. Мы регулярно обучаем и оказываем содействие в трудоустройстве, добавил Тикеев. По результатам данного мероприятия мы в точечном режиме готовы продолжать с каждым человеком, который обратился, работать дальше для того, чтобы оказать содействие в трудоустройстве. Здесь у нас представлены ательеры, для того, чтобы люди могли с ними более плотно пообщаться и, в принципе, наметь какие-то дальнейшие пути. Министр сельского хозяйства Карачаево-Черкесия Анзор Баташев добавил, что в агропромышленном комплексе также требуются агрономы, зоотехники и многие другие специалисты. Честно сказать, я не ожидал, что столько людей будет проходить, потому что в агропромышленном комплексе труд не очень такой простой, но зато благородный. Я считаю, что такие мероприятия проводить надо часто. Более того, здесь люди не только находят работу, но даже студенты, когда уже будут поступать в наши вузы, они будут понимать, какие вузы надо поступать, какие походить, они заканчивают, где он будет востребован, где он себя найдет. Вакансии представили такие крупные предприятия, как акционерное общество «Каскад», «Кавказцемент», «Хабецкий гипсовый завод», производственное объединение «Воинтекстильпром». На данный момент в акционерном обществе «Урупский ГУК» открыты 24 вакансии. Зарплата в месяц составляет от 50 до 160 тысяч рублей. С надеждой найти работу и получать достойную заработную плату на ярмарку пришел житель Крычева, Черкесии. Сразу заполнил анкету и скоро выйдет на работу. Мне сказали, что тут можно приобрести вакансию какую-нибудь, узнать обо всем, что-то как. Я пришел сюда, чтобы найти себе работу. Все соискатели, а их пришло более тысячи человек, имели возможность пройти профориентационные тесты, поучаствовать в дискуссиях, познакомиться с кадровыми службами ключевых работодателей республики, а также узнать о программах обучения и при обучении по востребованной профессии. Участниками ярмарки стали не только безработные граждане и граждане, ищущие работу, и те, которые работают, при этом хотели бы сменить место работы или род занятий, или открыть собственное дело. Корреспондент ГТРК о войнах Асламбе Катуев посетил Чеченский государственный университет в его репортаже о новостях в исследовательской работе ВУЗа. Центр коллективного пользования Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова стал площадкой для исследовательской работы, организованной по инициативе Национального медицинского исследовательского центра эндокринологи Минздрава Российской Федерации. Проект нацелен на выявление функциональных генетических маркеров в различных этнических группах на территории России у здоровых людей и пациентов с сахарным диабетом второго типа. Уже были собраны образцы в Татарстане, Якутии и Бурятии. О значимом проекте, о перспективе рассказывает доктор биологической наук Петимат Джамбекова. Дело в том, что каждый народ обладает собственным генофондом. И в зависимости от того, какой генофонд, заболевания могут проявляться с довольно высокой частотой, а могут вообще практически не встречаться. Более того, мы сами как-то начали работу подобного рода. Мы изучали ряд полиморфизмов генов, ассоциированных с сахарным диабетом. И я бы сказала, что мы не нашли, ну, из того, что мы изучали, конечно, а мы не нашли таких явных признаков генетических отклонений, скажем, генофонда именно нашей популяции, чеченской популяции. Народы Кавказа, по словам приезжих специалистов, также обладают уникальным генофондом, очень далеким от европейского. Поэтому совместная работа с ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова по выявлению генетических особенностей чеченцев представляет для них большой интерес. Сахарный диабет второго типа относится к социально значимым заболеваниям, так как является причиной высокой инвалидизации и смертности населения во всех странах мира. Это заболевание раньше считалось для взрослых людей, скажем, после 50, а сейчас он довольно помолодел. До 40 и в 40 уже это заболевание проявляет себя. Это означает, что заболевание молодеет, и, естественно, необходимо знать факторы, которые приводят к возникновению и развитию данной патологии. Изучение генетических маркеров различных этнических групп по населению наряду с анализом влияния факторов внешней среды позволит выявить этнические особенности развития заболевания, определить потенциальные терапевтические мишени для разработки лекарственных препаратов и разработать персонализированные подходы к профилактике и лечению сахарного диабета второго типа. Организаторы и участники выразили также благодарность директору Ченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадыров за техническую возможность и оптимальные условия для совместных исследований. В Музее изобразительных искусств Республики Ингушетия прошел мастер-класс по стрин-карту. В роли лектора выступил Юсуф Аушев, овладевший удивительно красивой техникой, позволяющей создавать изображения из цветных нитей, переплетая их между собой и закрепляя на картоне или на другом твердом основании при помощи гвоздей. Нити особым образом наматывают на гвозди, получая рисунок. Этот процесс можно сравнить с вышивкой или работой на ткацком станке. В числе восхитившихся мастерством, талантом и упорством начинающих мастеров была и корреспондент ГТРК Ингушетия Фатима Катиева. Бесконечный стук молотков и люди, которые, не обращая внимания на это, творят. В этом процессе случается все, особенно с теми, у кого нет опыта. Отбивают пальцы через раз, но это не останавливает их в достижении поставленной цели. И у них это получается. Нет, это не Котницкая, а мастерская настоящего художника, которому всего 17 лет отворить при помощи гвоздей и молотка. Наблюдать со стороны интересно, но принимать в этом участие совсем другое дело. Сегодня мастерской для юного художника служит один из залов Музея изобразительных искусств. Лису вдаёт очередной мастер-класс, ассистирует младшая сестра. Иногда, казалось, они не слышат других, настолько увлеклись делом. Всё очень интересно, признаётся Диана Алёшина, хотя и не просто. Основа почти готова. Остался последний гвоздь, и её сердечко засияет красками. Далее мы будем наматывать ниткой, создавать контур, и, как я поняла, заполнять уже сам рисунок определённым цветом. Точнее, ниткой определённого цвета. Решили взяться за молоток и мы, не удержались, так сказать. Не просто, конечно, особенно если прежде не дружил с молотком. Но терпение и упорство всё же дают свои плоды, как и в нашем случае. Думай, снежинке быть. Но, увы, наше время ограничено, и мы доверили завершить начатое более опытным мастерицам. Настрой старшеклассниц нас поразил. Пальцы болят, но работу свою не оставим на полпути, говорят девушки. В Бойсе это, ну, интересно, но ещё больно, когда забиваешь пальцы, бывает больно. Ису Фавшу всё делает с любовью и терпением. И ребятам объясняет, и сам параллельно творит. На его счету немало готовых работ. Но они у меня долго не задерживаются, говорит художник. А сколько их, уже и сам сбился со счёта. Работ немало, но не все, правда, представлены на моей странице. Так, чтобы выставки я сам редко провожу. В основном я с командой. Мы выезжаем, мастер-классы проводим по республике. Начинал он ещё со всем юном возрасте. Хотелось сделать подарок на день рождения мамы, а денег не было. Тогда и решила сделать презент своими руками. Я вспомнил, что самый лучший подарок – это сделанный своими руками. И решил, мало ли получится. Позвал соседа, два дня мы с ним до часу, до двух сидели и пытались сделать картину. Картина вышла, там было сердце в центре, и цифра 18 в правом углу. Маме всегда 18. Пока ему в мастерской служит второй этаж недостроенного дома, где, конечно, есть свои ограничения. К примеру, нельзя стучать, когда все спят. А творческому человеку любое время суток подходит главное вдохновение. По профессии суф-экономист, но все целое предан искусству и планирует в дальнейшем сделать это направление главным делом своей жизни. Радиожурнал «Зори Кавказа» На Нальчикском ипподроме проводится масштабная подготовка к предстоящему скаковому сезону. Уже ведутся работы по всему периметру комплекса. Ипподром станет главной скаковой площадкой России. Особенность сезона в том, что в Кабардино-Балкарии свои состязания проведет Центральный Московский ипподром. Столичные наездники на время сменят площадку из-за капремонта. С подробностями корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Марина Османова. В этом году жители и гости Кабардино-Балкарии смогут наблюдать совместные выступления лучших северокавказских скакунов с лошадьми чистокровной верховой породы, прописанных на Центральном Московском ипподроме. Там началась масштабная реконструкция. На завершающей стадии подготовительные работы и на нашем ипподроме. Восстанавливают покрытие скаковой дорожки. Рядом построены жакейский и судейский корпуса. Оборудован современный поддок для лошадей. Следует воспользоваться моментом и сделать Нальчикский ипподром конно-спортивным центром России. А для этого необходимо осовременить инфраструктуру, построить новую конюшню, другие подсобные помещения. В ходе восстановительных работ уже вывезли несколько грузовиков строительного мусора и обрезали кусты самшита, которые служат ограждением дорожки по внутреннему радиусу, рассказывает руководитель регионального управления компании «Российские ипподромы» по ЮФО и СКФО Заур Секреков. Мы ожидаем, что все конники России потянутся к нашему ипподрому. Мы получили от «Российподромов» новые стартовые боксы, всю необходимую технику для дорожки. У нас два трактора, бороны, кондиционеры для дорожки. Все необходимые обеспечены и готовимся к сезону масштабно. Постараемся к основным традиционным призам, уже к дерби, к оксу, чтобы ипподром выглядел максимально в надлежащем порядке. Конники Кабардино-Балкарии планомерно готовятся к стартам. Ежедневные тренировки на ипподроме проходят в штатном режиме, говорят жокеи Салим Барагунов и Салим Борсов. Его зовут Аманат, ему 5 лет, я его воспитал с 3 лет. В сезоне ожидаются хорошие скачки, вредит с многих регионов лошади. Но мы с Аманатом постараемся доказать, что мы тоже неплохи. От лошади зависит от жокея, зависит также от тренера, зависит тренер как подготовить к скачкам, а уже дальше на скачках жокея и лошадь. Соперников, конечно, будет много, надо постараться. Уже сверстан календарь событий на ипподроме. 10 скаковых дней с розыгрышем 30 традиционных призов. Всего в этом году ожидается испытание более чем двух сотен лошадей. 1 мая состоится долгожданное открытие скакового сезона. На старт первых традиционных призов выйдут скакуны из лучших конных заводов мира. Развернется бескомпромиссная борьба между лошадьми чистокровной верховой и арабской пород. Сбор гостей с 11.30, начало мероприятия в 13, вход в свободный. Скачки будут транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале «Московский ипподром» и на телеканале «Конный мир» с 13.00. Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне Патронагор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При Брусье огромный... И сердце Чечни призывает назад. Добра и мира вам. Радио Ингушетия. Высокогорный юг Ирландии. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и бедовых водопадов. Примите наш привет в эфире «Ставрополье». Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Радиожурнал «Зори Кавказа». Субтитры создавал DimaTorzok